А спонсором этого выпуска я назначаю культовую Stronghold, который в онлайне. Строите и расширяйте. Постройте великие крепости, которые смогут пройти испытания временем. Управляйте деревнями. Правильно размещайте здания для повышения эффективности. Величественно пройдите по всем титулам на пути к власти. Планируйте, выбирайте, как и когда разыгрывать свои стратегические карты. Присоединяйтесь к тысячам сеньоров в уникальном средневековом мире. Ссылка в описании. SCP-701. Трагедия о повешенном короле. Объект номер SCP-701. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Все материалы, имеющие отношение к SCP-701, должны храниться в архиве с системой защиты тройного запирания в складской зоне. На текущий момент в их число входят две сохранившиеся копии издания 1640 года Инкварта, 27, 27 копий коммерческого издания 1965 года в бумажной обложке, 10 копий издания 1971 года в твердом переплете, 21 дискета стандарта 3,5 дюймов с информацией, изъятой с компьютера данные удалены. Одна видеокассета стандарта SVHS присвоена обозначению SCP-701-1900A и один стальной нож неизвестного происхождения присвоено обозначению SCP-701-1900B. Изъятие каких-либо предметов из помещения воспрещается. Допуск к помещению должен тщательно контролироваться. Ни один сотрудник не должен получать доступ к объекту без специально оформленного личного разрешения доктора L, доктора R или доктора D. Описание. SCP-701. Трагедия о повешенном короле. Пьеса в пяти актах. Трагедия о месте, написанная во времена Карла I Стюарта. Сценические постановки этого произведения были неизменно связаны с проявлением маниакального и суицидального поведения как среди актеров, так и среди зрителей. А также с появлением таинственной антропоморфной фигуры, обозначенной ниже, как SCP-701-1. Исторические данные свидетельствуют о том, что пьеса унесла жизни от п*** до п*** человек в течение последних трехсот лет. Следует отметить, что все постановки трагедии кончаются катастрофой. Судя по достоверно зафиксированным данным о постановках, только 36.78% из них привели к возникновению события SCP-701. Согласно историческим данным и проведенным расследованиям, события при постановке происходят в следующем порядке. От одной до двух недель, 7-14 дней до события, в процессе костюмированных репетиций, участники постановки начинают непроизвольно отклоняться от соответствующего книжному изданию текста ролей. Ни импровизацией, ни нерадивостью актеров это объяснить нельзя, поскольку отклонения от текста пьесы являются упорядочными и единообразными. Как если бы актеры репетировали согласно другой, новейшей версии сценария. Ни сами актеры, ни режиссер не замечают никаких изменений, и если им указать на изменения, настаивают на том, что с самого начала репетировали пьесу именно так. От двух до трех часов до события. Событие, как правило, имеет место в день премьеры, или же в день с наибольшей планируемой наполняемостью зала, как правило, приходящейся на первую неделю премьеры. От одного до двух часов до события. В последней сцене акта 1 на театральной сцене появляется SCP-701-1, как правило, в задней части сцены или с краю просцениума. Оно может входить на сцену или выходить с нее, подобно тому, как делают актеры. Но за кулисами не появляется. При выходе за кулисы, то есть из поля зрения зрителя, SCP-701-1 немедленно исчезает. Актеры не замечают SCP-701-1 и не реагируют на его появление, по крайней мере, поначалу. Событие. Полноценное появление SCP-701-1 на сцене пиршества, акт пятый. С этого момента оно принимает участие в сценическом действии в роли повешенного короля. Следует отметить, что данный персонаж в списке ролей отсутствует и слов не имеет, хотя постоянно упоминается в ходе пьесы. Все актеры на сцене либо убивают друг друга, либо кончают жизнь самоубийством. В зрительном зале начинаются разрастающиеся беспорядки. Зрители нападают друг на друга и на каждого, кого видят перед собой, независимо от предшествующего спектаклю отношения к жертве. После событий, если каким-либо зрителям удается пережить вспышку насилия в театре и выбраться за его пределы, они продолжают совершать акты случайного и бессмысленного насилия уже вне театра. Применение седативных средств и или временное заключение выживших зрителей в изоляцию позволяет избежать дальнейших жертв. Нормальное состояние возвращается к зрителям приблизительно через 24 часа после события. Выжившие зрители, как правило, переживают сильную психологическую травму, хотя некоторые не вспоминают о событии ничего. Отдельные жертвы безвозвратно впадают в кому или демонстрируют признаки безвозвратного распада личности. С типичным протеканием событий можно ознакомиться в отчете об инциденте SCP-701-1900-1, где анализируются последние случаи постановки трагедии в 1900 году школьным драматическим кружком города... Более подробная информация о тексте пьесы приводится в документе SCP-701-1640-B1. Мы склонны рассматривать SCP-701 как эволюционирующий меметический вирус, каким-то образом передаваемый посредством текста пьесы. Доктор L. предполагает, что событие SCP-701 может включать в себя данные удалены. Эта гипотеза косвенным образом подтверждается анализом спутниковых снимков места инцидента SCP-701-1900-1, где был зафиксирован пиковый уровень, явно свидетельствующий о данные удалены. Агентам фонда дана инструкция предотвращать в дальнейшем любые попытки постановки или издания в книжном виде пьесы SCP-701, где бы она ни была обнаружена. Несмотря на все наши усилия, пьеса все еще остается в свободном доступе во всемирной сети, иногда под другими названиями. Попытки полностью уничтожить данную информацию пока что остаются безуспешными. Напротив, борьба с распространением печатного издания трагедии весьма успешна. Большинство копий академического издания 1971 года было уничтожено до проникновения книги Моприлавки. К сожалению, определенное число книг издания 1965 года в бумажной обложке успело разойтись по школьным и университетским библиотекам. Агенты фонда должны по обнаружению немедленно уничтожить данные книги. История. Первая известная публикация трагедии о повешенном короле Инкварта была датирована 1640 годом, Лондон. Имя автора пьесы на титульном листе не указано. Издатель Уильям Кук. Исчез из поля зрения историка вскоре после публикации книги. Странно, но книга не была зарегистрирована в реестр гильдии книгопечатников и издателей. Ни в год издания, ни в последующий. Первое документально зафиксированное событие SCP-701 имело место во время постановки пьесы в 1800 году в... Кроме него выделяется постановка 1900 года в небольшом театре в... Постановка 1964 года в... Университете. Город. Постановка в 1900 года в... Университете. Первое событие SCP-701 успешно подавленное силами фонда. Студенческая постановка в... В... Штат Калифорния, США. Телевизионная адаптация в 1900 года. Предпринятая компанией... Бродкестинг Корпорейшн. Фонду удалось закрыть производство телеспектакля и не пустить его в эфир. А также инцидент 1900... Годов в... Тат Агайо, США. Выше обозначенный как SCP-701-1901. История публикации. Оригинальное издание 1940 года Инкварта. Обе известные копии найдены и изолированы фондом. Издание 1933 года Инфолла. Переиздано в 1970. Издание Кембриджского университета 1813. Издание 1965 года в бумажной обложке. Издание 1971 года в твердом переплете. Агентам следует принять во внимание, что копии пьесы могут быть помещены в библиотеке под другими названиями или вариациями того же названия. Кроме того, фотокопии текста 1965 года по сей день циркулируют между драматическими кружками и любительскими театрами в Великобритании и США. Приложение. Учитывая высокую вероятность данной удалены, я повторно рекомендую повысить класс объекта SCP-701 до кетер. Меметический вирус SCP-701 вполне может использоваться в качестве наступательного оружия в сценарии вторжения. Кроме того, данные удалены. Доктор L123716060. Отказано. Никакая имеющаяся информация в SCP-701 не предполагает развитие событий по сценарию события класса К. До получения дополнительной информации по данному вопросу объект будет оставаться в классе Евклид. Взгляните правде в глаза, доктор. Такое шило с самого начала в мешке утаить было нельзя. Можно считать, что нам везет, если каждые лет 10 гибнет сотня людей или около того. О5-1237197060. Отчет об инциденте SCP-701-1900-1. Участвовавший SCP-701. Дата 1900. Место происшествия удалено. Отчет подготовлен доктором R. и Джо. И основан на содержании SCP-701-1900-1. SCP-701-1900-1. Представляет собой видеокассету SVHS. Размерами 187х103х25 мм. Найденную исследователями на месте происшествия представлений SCP-701 в высшей школе. Кассета была найдена в любительской портативной видеокамере, на которой представление было частично записано с места в зале, дающего хороший обзор. Это единственная уцелевшая запись события. Пожалуйста, обратитесь к архивам, касающимся SCP-701 для ознакомления с полной транскрипцией записи. Чтобы сравнить обнаруженные отклонения от оригинального сюжета изданного текста, ознакомьтесь с документом SCP-701-1640-B1. 0 часов 0 минут 0 секунд запись начинается. 3 минуты 10 свет гаснет. 5 минут 12 занавес поднимается. Пьеса начинается согласно изданному тексту с речи Гонсала на коронации. 10.24 тень исчезает. 23.15 первое отклонение от текста. Вместо диалога между Франциской и Куртизанкой, занавес опускается и поднимается, открывая пустую сцену. Антонио входит на сцену справа. 23.24 первое прямое появление SCP-701. Силуэт, видимо, появляется на заднике справа. Антонио останавливается и выглядит удивленным. Тень исчезает. Антонио начинает длинный монолог, подтверждающий, что теперь он верит в истории Изабеллы. Доктор Дж... замечает, что хотя этот монолог вполне в духе пьесы и кажется в стиле эпохи Карла Первого, речь Антонио в этой сцене отсутствует в оригинальном тексте. 24.12 занавес падает. 24.51 занавес поднимается на сцене Франциско и Куртизанка. Антонио возвращается. Пьеса идет по сценарию. 31.14 первое прямое появление SCP-701-1. Оно появляется и стоит слева на краю сцены до конца второго акта, первого явления. 23.17 диалог Гонсало завершается по сценарию, упоминанием о встрече с послом Изалагада. Он уходит со сцены через левый выход. SCP-701-1, видимо, оборачивается и следует за ним, пока гаснет свет. 38.13 второе появление SCP-701-1 во время третьего акта первого явления. Оно появляется на краю сцены справа, пока Гонсало и Петруччо убивают Сартино. Явление завершается тем, что Гонсало приказывает своим поварам приготовить труп в виде тушеного мяса. Тексты, найденные на сцене, показывают, что эта часть была убрана во время репетиции. 51.11 третье появление SCP-701-1, появление близко к левому краю сцены, когда Антонио убивает Изабеллу. 1.09.12 четвертое появление SCP-701-1 входит с Гонсало в начале четвертого акта первого явления и идет с ним через сцену. Явление также содержит два ключевых момента. Во-первых, Гонсало кажется кивает SCP-701-1, упоминая посла Аллагада. Это первый случай, когда действующее лицо замечает присутствие SCP-701-1. Во-вторых, явление заканчивается отклонением от текста, в то время как по сценарию речи Гонсало в конце четвертого акта первое явление заканчивается тем, что Гонсало признает свою мораль несправедливой. Здесь Гонсало кажется более озабоченным тем, хватит ли послу его Дани. Свет гаснет. 1 час 21 минут 15 секунд. Пятое появление. SCP-701-1 входит на сцену слева в конце четвертого акта второго явления, в то время как Антонио уходит, чтобы достать клинок для своего дела. Более чем интересно то, что Антонио останавливается перед SCP-701-1, который протягивает ему длинный кинжал. Это предположительно первое появление объекта, обозначаемого как SCP-701-1900-B. Заметим, что он не упоминается в списке реквизитов или в других записях. SCP-701-1 и Антонио уходит со сцены вместе. 1 час 32 минуты 41 секунда. Шестое явление SCP-701-1 появляется на сцене слева, когда Корнари и Лодовика уходят. 1 час 35-10. Свет зажигается. Акт 5. Явление 1. Сцена пира начинается по сценарию. 1 час 40.52. Антонио входит с рукописью в руках. Здесь начинаются серьезные отклонения от текста. Согласно сценарию, рукопись является исповедью Петруччо. Вместо этого Антонио говорит, что это товарная опись посла Алаганды, доказывающая, что Гонсало должен заплатить больше дани, чем был намерен. 1 час 41.42 секунды. В этот момент SCP-701-1 выходит на сцену справа. Все актеры, видимо, могут видеть его. Гонсало встает, бросает проклятие в сторону зала и бежит к левому краю сцены. Остальные актеры, включая Алину и Франциско, которые входят на сцену справа, силой задерживают Гонсало и тащат его обратно на сцену. В это время SCP-701-1 двигается к центру сцены, где останавливается напротив трона Гонсало. 1 час 43.08. Сверху на сцену сбрасывается петля. Актеры заставляют Гонсало надеть ее. Он начинает приклинать на итальянском. Местами, возможно, на латыни. Петля затягивается и поднимается. Актеры отпускают Гонсало. Он начинает задыхаться. 1 час 43.32. Антонио говорит, на этом дань заплачена сполна. Актер берет SCP-701-1900-2 кинжал и разрезает им живот Гонсало, разбрасывая его кишки по сцене. 1 час 44.04. Алинда забирает кинжал у Антонио. Она говорит, вот кровь глупца, повешенной корови. Она перерезает горло Антонио. 1 час 43.31. Сверху падают веревки с петлями для каждого актера. Актеры становятся под ними. Алинда занимает позицию рядом с SCP-701-1. 1 час 46.12. Алинда, вот наша кровь, повешенный король. Актеры вешаются. 1 час 47.33. SCP-701-1 движется между повешенных к центру сцены. 1 час 47.41. Свет гаснет. 1 час 47.46. Крики и звуки ударов вокруг камеры. 1 час 48.22. Громкий звук. Похоже, камера была опрокинута. 1 час 49.01. Камера сломана. Конец записи. Документ SCP-701-1640-B1. Данный текст является кратким изложением опубликованной версии трагедии о повешенном короле, обозначенной как SCP-701. Подготовлена доктором Джо... На основе экземпляра 1640 года в издании Инкварда, который находится в хранилище фонда. Действующие лица. Гонсала, король Трикула. Изабелла, королева Трикула, в прошлом жена Сфорца, убитого короля, ныне замужем за Гонсалом. Антонио, мелкий дворянин. Франциско, слуга Антонио. Герцог Сартино. Алинда, дочь герцога. Петруччо, дворянин, союзник Гонсала. Владовико, слуга Гонсала. Канарис, священник. Беатрича, служанка королевы. Куртизанка, дворцовый стражник, посол Милана, посол Флоренции, посол Алагадо. Действие происходит в королевстве Трикула, вероятно искаженная Тринакрия, другое название Сицилии. В столице под названием Серка, другое название Сиракуз. Пьеса начинается с того, что Сфорца, король Трикула, умер во время отдыха, предположительно по естественным причинам. Дворяне Трикула собираются в столице на коронацию нового короля, младшего брата Сфорца. Гонсала, который также женится на вдове Сфорца Изабеля. Несмотря на то, что в тексте упоминаются современные итальянские города-государства, такие как Флоренция и Милан, большая часть действия является чистым вымыслом. Таких королей Сицилии, которых можно было бы соотнести с Гонсала Изфорца, никогда не существовало. А столицей настоящего королевства Сицилии был город Парлема, а не Сиракуза. Автор мог предположить перенести описываемые события в Сиракуза из-за исторической связи этого города с Тиранией. Также в истории нет упоминания о стране или месте под названием Алагадо. Загадочный, но вне всяких сомнений могущественный державик, который играет значительную роль в сюжете пьесы. Под Алагадой могла подразумеваться отсылка к одной из мусульманских стран на Средиземноморском побережье, например, Тунис или Алжир. Краткий сюжет. В сюжете трагедии о Повешенном короле отмечается сходство со множеством ранних пьес того же жанра, включая Шекспировского Гамлета и Тита Андроника. Когда позднее исследовались происшествия, связанные с SCP-701, было замечено, что трагедия о Повешенном короле часто выбиралась для постановки как менее жесткая альтернатива двум вышеупомянутым пьесам. Два убийства, содержащиеся в тексте SCP-701, могли подразумеваться как произошедшие за сценой. А каннибализм в третьем акте можно было вычеркнуть из сценария. Акт 1. Пьеса начиналась с коронации Гонсала. Гонсала начинает с того, что провозглашает тост в честь собравшихся дворян, а потом уходит со сцены, выпив вина. Изабелла признается нескольким придворным, оставшимся на сцене, что Сфорцо умер не во сне, как сообщалось. На самом деле, во время отдыха в провинции Сфорцо он выпил сонного зелья, преподнесенного ему Изабеллой. Потом был убит Гонсало и его сторонниками. В качестве последнего знака неуважения заговорщики повесили короля на дереве, как простого преступника. Изабелла объявляет, что Антона мелкий дворянин, впервые посетивший королевский двор, на самом деле их со Сфорцо и сын. Из оконный наследник трона. Изабелла теряет сознание, слуги уносят ее со сцены. Франциско спрашивает Антонио, верит ли он словам королевы. Антонио не воспринимает сказанное всерьез, и они уходят. Далее, во временном жилище Антонио, Франциско пытается договориться с кортизанкой. Антонио входит на сцену явно потрясенный. Он говорит, что видел призрак Сфорцо, который подтвердил, что Антонио его сын. Описание смерти рассказано королевы верно. Акт второй. Гонсало, узнав о признании Изабелла, советуется с ее друзьями-заговорщиками. Людовика подтверждает, что по меньшей мере три человека были свидетелями срыва королевы. Герцог Сартина, его дочь Алинда и священник по имени Канаре, Гонсало немедленно начинает планировать убийство или похищение всех троих, чтобы скрыть правду. Он приказывает Изабелле удалиться в монастырь под видом того, что королева сошла с ума. Изабелла неожиданно смиренно соглашается с решением Гонсало. После этого узурпатор уходит на встречу с послом Аллагадо. Далее во временном жилище в городе Франциско приносит Антонио весть о заточении королевы. Вместе они начинают планировать свою месть. Акт три. Петруччо и Гонсало приглашают Сартина на обед. Они убивают его и приказывают дворцовому повару приготовить из трупа тушеное мясо. Гонсало приказывает Алинде, видевшей убийство, удалиться в монастырь. Антонио притворяется безумным, чтобы получить доступ в монастырь. Предупрежденные о приходе Антонио, Изабелла и ее верная служанка Беатрича готовятся убить его при помощи яда. Антонио разгадывает их план и заставляет Изабеллу выпить яд. Она умирает, между тем Франциско теряется в монастыре и в конце концов случайно освобождает Алинду. Акт четвертый. Во дворце Гонсало сообщает Людовика, что он в обмен на неупомянутую в описи дань приобрел у посла Алаганды сильнодействующий яд, не меньше вкуса. Гонсало намерен отравить тушеное мясо из трупа герцога Сартины и накормить им придворных, гарантируя таким образом сокрытие истины. Людовик уходит со сцены, чтобы выполнить план Зурпатора. Далее у Гонсало случается короткий приступ у грузини совести. В монологе он описывает, как глубоко он раскаивается в своих грехах, но все же не может отклониться от своего пути. Тем временем Франциско знакомит Алинду с Антонио. Все трое сбегают из монастыря. Алинда в пугающих подробностях описывает убийство своего отца. Антонио обещает жениться на ней и сделать ее королевой после того, как отомстит. После он уходит, чтобы достать клинок, которым намерен убить Гонсало. Здесь комедийное интерлюдие между дворцовым стражником и Канаре, комическим священником. В конце сцены Лодовико входит и приказывает Канаре следовать за ним. Священник больше не появляется на сцене. Акт пятый. Гости сходятся на пир Гонсало. Гонсало снова предлагает тост, на этот раз в честь присутствующих иностранных послов. Накрыто на стол. Однако прежде чем пир начинается, входит Антонио, держа в руках подписанное признание полученной им у Петруча вне сцены, которое включает в себя детали убийства с форци и подтверждение его Антонио происхождения. Разъяренные придворные свергают Гонсало. Однако вместо того, чтобы убить его, Антонио решает пощадить Узурпатра и позволить ему уйти в монастырь. После этого он приказывает Франциско начинать продумывать план его свадьбы с Алиндой. Пьеса заканчивается постановочным танцем придворных. Происшествие с SCP-701. Вариант SCP-701, получившийся при постановке пьесы, содержит несколько отклонений от опубликованного текста. Типичный пример этих отклонений содержится в отчете об инциденте SCP-701-1901. Жезлоносец при дворе повешенного короля. Там, где шарафанный небосвод, не озарит бессветных вод, а черных звезд недвижный свет хранит немыслимый завет. Был город некогда построен среди костей бесчетных боен. Страшный внутри, ведь правящий им двор от травы зла и хаоса сочится с давних пор. Безумным пляскам нет конца, за маской больше нет лица. Для вечных зрителей играя, мы все живем и умираем. Владыки, чувствуя мучение, мы жертвуем во искупление. Кровь для повешенного короля. И душат нитей кукольных петля. Предисловие. Эти строки, любезный читатель, я пишу, находясь в некой библиотеке. Я договорился с тенями, что знают все темные уголки, потайные места и двери Януса. Надеюсь, они сумеют страницы за страницей донести мои записи до самых отдаленных миров. Да послужат слова, коими я истекал, как кровью из открытых ран, вкладывая всего себя в эти страницы к вашему развлечению и просвещению. Жезлоносец при дворе повешенного короля. Я помню пустой аромат гниющих цветов, смешанный с острым запахом металла. Ни один из запахов не мог заглушить другого. Мои когти сжимали гримуар, приплетенный в живую плоть. Этот своенравный том пытался укусить меня за руку при малейшей возможности. Его содержание показалось мне знакомым, будто я закончил его чтение лишь несколько минут до этого. И я вернул омерзительную книгу на полку. Теперь я не могу вспомнить ни единого слова из нее. Затем я ощутил зуд в левом глазу. Я инстинктивно попытался почесаться, чтобы снять раздражение. Но мой когуть уперся в полированную твердую поверхность. Мое лицо оказалось скрыто фарфоровой маской, казавшейся неснимаемой. Я каркнул, не в силах избавиться от раздражающего зуда. Высокорослое существо конической формы затрубило и замахало на меня отростками, требуя тишины. Возмущение фрми фрмамем из фрэм имело основание, в конце концов. Я находился в библиотеке. Поклонившись знак извинений, я покинул место, метко названное атениумом отрезанных языков, желая осмотреться получше. Я достиг зала ртутного достоинства необыкновенно быстро, так что даже не осознал, что происходило в пути. Сама природа Аллагада такова, что ограничение времени и пространства – это всего лишь условность, а не закон. Несмотря на весь опыт в путешествиях, сноподобный дурман этого места одолел меня. Зал ртутного достоинства был местом, где смешались красота и гротеск. Странники и цари – боги и чудовища. Существа из всевозможных миров играли свои роли в бесконечном маскараде. Большая часть их – движимое честолюбием, столь же темным, как звезды на небе Аллагада. Искала милости самого повешенного короля. Мои когти непроизвольно сжались, а разум был подавлен зрелищем громадного зала и диковинных существ в нем. Вид зловещей и упадочной роскоши Аллагада мало вязался с первоначальными представлениями о некакомрачном царстве. Имена наподобие повешенной король вызывают ассоциации со смертью, разложением, опустошением и отчаянием. Но не с шумным весельем. Несмотря на то, что в моих глазах 16 цветовых рецепторов, я видел все окрашенным лишь в красный, белый, черный и желтый цвета. Цветовая палитра была неожиданно бедна. Еще более странным было постоянное ощущение привкуса пурпура, почти замаскированного запахами похотливого пота и разгоряченной плоти. Укрываясь от всеобщего безумного разгула, я наблюдал за происходящим из-за угла. Фигурально выражаясь, и балагада воплощение неевклидовая архитектура. Отдаленные сцены, увиденные мной, слишком непристойны, на мой взгляд, чтобы описывать их здесь подробно. Учитывая общий характер безграничной оргии, каждый может представить происходившее до фоли своему воображению. Все, все, что только можно представить себе в самых безумных фантазиях, происходило в зале ртутного достоинства. Достаточно сказать, что самым обыкновенным зрелищем был вид всевозможных сравных частей тела. Как правило, в соединении с другими соответствующими частями. И вот мое первое наблюдение. Скульптор плоти из святилища в асимметричной бледной маске ласкал девицкую кровавую висталку рукой и щупальцем. Парочка шептала друг другу на ухо ужасные тайны. В их аурах след долгой переплетенной истории. Их связь в моих глазах сродни инцесту. Отвращение переполнило меня. Я стал искать что-нибудь более приятное моему глазу. Кентавройд, кователь снов, и Анир торговался с бессмертным купцом из Лондона, который выглядел наиболее правдоподобно. По крайней мере, его рука выглядела более-менее нормально. Купец гнусавым голосом предлагал условия сделки. Щедро с эпиридическим жаргоном. Я не мог увидеть ни прошлого, ни будущего кователя. Хотя эфирное создание просто напрашивалось на то, чтобы его прочитать. За ковцом напротив тянулась длинная тень, в которой толпились души погибших. Тысяча пальцев в обвиняющем жесте. Трио мелких башков, обычно считаемых непримиримыми врагами, дурачило паству. Их зазубренные языки источали яд и снисходительность. Это были рогатый тиран Пантисса, безумный спрайт Знок Зог Тхус и Херувим Иерарах Эладани. Между башками находился жертвенник, покрытый вырезанными символами, которые извивались, расплывались и бурлили, как варева. Покрытый хитином служитель принес на алтарь едва вылупившееся дитя, как приносит обед. Воздев кинжал, слуга начал зачитывать какие-то слова, которые я не мог понять. Я отвернулся, не желая видеть смертельный удар. Я услышал, как кинжал пронзил плоть и пролилась кровь. Служитель убрал ужасный труп и поклонился, прежде чем исчезнуть в мгновение ока. Обед был подан. И те, кому он предназначался, выглядели удовлетворенными, насытившись не плоти жертвы, но самим символизмом жестокого акта. Следует помнить, что символы имеют власть над подобными созданиями. Обратив свой взгляд ввысь, я лицезрел легендарных лордов в масках Аллагады. Белый лорд – носитель маски упорства. Фарфоровые личины с узкими глазами и ртом, представляющими собой лишь плоскую линию. Желтый лорд – носитель маски ненависти. Фарфоровые личины с нахмуренными бровями. Губы искажены в злобной усмешке. Красный лорд – носитель маски веселья. Фарфоровые личины с маниакально расширенными глазами и улыбкой, прорезающей ее от одной щеки до другой. Немалейшего следа черного лорда. Носитель маски страдания. Это меня не удивило. Я слышал, что его вроде бы изгнали в какое-то всеми забытие пространственное захолустье. Писали, что причины этого были политическими. Но подробности нигде не упоминались. Трудно представить себе притворные интриги в таком месте. Внезапно мои перья стали дыбом от испуга. Ужас начал сжимать кольцо вокруг меня, внося диссонанс в музыку моих двух сердец. В зал торжественно входил незнакомец. Гибкий и изящный. В окружении свиты, ряженых шутов и хранителей бумаг. На нем не было маски. Его безликий образ выглядел странно посреди маскарада. Всякая надежда померкла с явлением посла Аллагада. Его титул всего лишь искажение, не способный выразить всю полноту его власти и влияние. Посол Аллагада – это голос повешенного короля, проявление и продолжение его воли, перед которым даже лорды в масках склоняют свои марионеточные головы. Я с челной более благоразумным удалиться. Дворец представлял собой лабиринт, лишенный всякой гармонии и логики. Законы физики в нем будто были бы созданы пьяными божествами. Вверх и низ утратил всякий смысл. Перемешались в безумном городе. Несколько раз я видел самого себя со стороны, всегда в каком-нибудь недоступном месте. Это были мои итерации из прошлого и будущего. Мой наряд выглядел кричащей пестрой смесью красного, желтого, белого и черного цветов. Столь насильственное внедрение аллагадской моды бросалось мне в глаза даже сильнее, чем путаница со временем. А потом я ощутил нарастающий ужас. Незримая угроза быстро приближалась. Там, не ведая о моем появлении, лежала пустота. Дыра на месте исчезнувшей памяти. Словно обнаженный в своем неведении, я задрожал от обуявшей меня холодной жути. Ветер, жалобно напевавший свою печальную песню, стих. Исчезая, он будто бы шепнул мне на ухо «Здесь трагедия». Я видел тень аллагады. Место, где сливались воединот лен, ржа и отчаяние. Мертвый город конца времен. Бродя по его опустевшим улицам, я ступал по изорванным знаменам и битому стеклу. Лишь пыль, поднимавшаяся от моих неосторожных шагов, создавала движение. Дворец был разрушен. Его некогда великолепные ворота валялись сорванными с петель. Зал рутутного достоинства представлял собой безжизненную могилу желаний и тщеславия. В центре зала зияла дыра. Нет, не просто дыра, скорее гноящаяся рана. Из нее вытекал какой-то вязкий ихр янтарного цвета, источающий болезни и запах погибшего творения. Сквозь эту рану я проник в чрево аллагада. Я не знаю, что двигало мной в тот момент. Я никогда не собирался зайти так далеко. Может быть, это была изначально приписанная мне роль? Сейчас я оглядываюсь назад и вижу, что был марионеткой в чьих-то руках. Я почти ничего не помню о том, как спускался вниз. Лишь единственное желание – увидеть, что скрывается там. В конце концов, я был ученым-исследователем и намеревался пройти путь до конца. Нарушения законов времени и пространства по-прежнему вызывали мой образ в разных местах. Залы без окон сложены из простого камня, окутанные коричневатой дымкой и лишенные обыкновенной для аллагады роскоши. Я не ощущал ничего присутствия в этих туманных коридорах. Вокруг меня клубились какие-то болезненные испарения, наполненные ароматами старых книг. У дальней стены вниз уходила винтовая лестница, ступени которой были неравны и грубо вытесаны. Более примитивны, чем город, стоящий наверху. Или внизу я так и не понял. Наверное, мои читатели уже заскучали, но я двинулся дальше, лишь за тем, чтобы встретить новую лестницу. Я чувствовал себя сказочным ксифеем, служителем грибной короны, пробиравшимся сквозь трясину трех миллионов неудобств. Шаг за шагом, в основном по прямой. Приближаясь ко дну, я услышал шепот на языке, которого не понимал. Клише, скажете вы. Для художественной литературы, вероятно, это так и есть. Но следует знать, что хаотичные слова представляют собой универсальное предупреждение о том, что ты зашел слишком далеко. Подробнее смотрите законы и универсальные константы иных миров. Шаг, еще шаг. И моя душа будто бы охватила пламя, испепеляя саму сущность и развивая остатки по ветру, как пепел. Остатки меня кружились вокруг, притягиваемые массой чего-то неизмеримо огромного. Я был как мысль, мимолетное ощущение перед древним разумом. Здесь, среди мертвого сна, я пел. Угли и пылающие перья, плывущие сквозь твердь. Плыву по ветру, будто мои крылья не рудимент, приковывающие меня к земле, беспощадной силой тяжести. Я собран заново, чтобы быть разорванным вновь, и вновь каждая черта создана для воспоминаний о том, кем я был. Я стал кровью на руках преступников, я стал петлей на своей шее. От смерти я сделал один шаг к жизни. Посреди хаоса мое разорванное я ощутило отголоски великого вопля, живого воплощения безумной муки. Материя и форма слились воедино, собравшись вокруг раны, нанесенные самой реальности. Несвятой, непорочный, повешенный король принял форму. Обрывки моего я стали едины со стенами его тронного зала, ставшим его тюрьмой. Укрытая покрывалом сущность корчилась на троне, удушаемая усаженной шипами петлей, удерживаемая на месте оковами, крючами и копьями. Там же обездвиженный вселенским воплем стоял посол Аллагаде. Он казался карликом рядом с повешенным королем, но были заметны их общие черты – сходство, неразделяемое ни с кем из обитателей королевства. Повешенный король и рывком склонился к своему мучителю, скорее инстинктивным, нежели царственным жестом. Их лица были на расстоянии всего лишь вздоха. С равнодушным спокойствием посол приподнял покрывало и беновой рукой. Вместо лица моим глазам предстало нечто – дыра в форме бога. И настала пустота. Первым вернулся знакомый аромат – чуть-чуть ванили, капельки цитруса с примесью плесени и затхлости. Я открыл глаза и увидел лампу, светящуюся призрачным огнем. С полки с книгами, как таинственными, так и самыми обыкновенными. Я пустил палец в керамическую баночку слева от меня, ощупав ее содержимое. Удовлетворенный я вынул покрытый чернилами коготь, взял свиток пергамента и принялся по памяти записывать события, которым был свидетелем. Подпись. Их, хранитель путей, жезлоносец Кулманса, путешественник Астрала, мореплаватель небесных морей, спелеолог пространственных бездн. Ну а мы можем попытаться превозойти величие повешенного короля в онлайн игре Stronghold Kingdoms, на которой есть ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok